Доброе утро еще раз, наши любимые телезрители. Это «Утро на колесах» и наша первая гостья Ирина Мун, напомню, это директор кафе «Кукси 39». Это корейская кухня, так? Да, это корейская кухня. Мы уже на улице, когда встречали Ирину, начали говорить о том, что сегодня в Корее большой праздник. Это родительский день, называется «Хансик», правда? Да. И вы уже его праздновали, насколько я знаю, очень-очень рано сегодня. Да, вот слово «праздновать» для европейцев, конечно, родительский день, это как режет слух. Но у нас азиатская культура, вы уже, наверное, заметили, демитрально противоположна европейской. Если вот в Европе это все-таки день трауры, то для нас это, ну, я не знаю, момент встречи, наверное, с родителями, с близкими. И как бы мы идем туда, чтобы держать ответ за прошедшие полгода, потому что у нас два раза в год проводится. И 15 августа по лунному календарю, да, этот день все время скачет, а 5 апреля это всегда. Этот день отмечают не только в Корее, но и в Японии, в Китае, вот я не знаю, в других азиатских странах отмечают или нет, но в этих странах это точно. Ну, в любом случае, это очень-очень важный праздник, и все-таки буквально пару моментов хотелось бы таких уточнить. Все-таки есть что-то такое особенное? Может быть, какое-то одно хотя бы блюдо, которое обязательно в этот день все-таки... Да, конечно. Набор продуктов, которые мы везем, он состоит из 7 видов. Значит, обязательно это вареная курица, 7 рисовых блинов. Ну, так как мы уже здесь вот как обрусели, так скажем, да, мы уже печем обычные блинчики. Вот. Ну, и там уже то, что хочет, что любили, допустим, те люди, к кому мы приехали. Вот мой сын сегодня был на кладбище, он для своей любимой бабушки возил семечки. Как здорово. Скажите, в ресторане в своем тоже, да, в этот день существует вот эта вот особая кухня? Нет. Нет. То есть это только семейное? Да, да. Здесь вот обычное меню. Мы представляем, я старалась представить в нашем кафе именно национальную, традиционную, действительно национальную кухню. Именно корейскую. Скажите еще, пожалуйста, много ли вообще праздников существует корейских, которые именно отражаются как-то на вашем меню, именно в ресторане? Вот обязательно присутствуют какие-то особые блюда в эти дни? Вы знаете, у нас торжества вообще у корейцев на протяжении всей жизни, вот основных три праздника. Три? Да. Это когда ребенку исполняется год. У нас это масштабное мероприятие, оно на уровне свадьбы. Приезжают родственники со всех уголков. Да, годик. А почему? Это начало жизни. Это такая вот, знаете, восточная философия, так скажем. Потом свадьба. Это зарождение новой, как бы, так скажем, ячейки, да, общества, которое даст жизнь тоже новому поколению. И 60 лет. Это хангаби. Это уже как бы подведение итогов. Это выстраиваются в очередь все родственники, в зависимости от близости. Дети. Это отдается поклон, низкий поклон, прям вот на коленях. Все это матери, там, отцом. И другие люди могут увидеть, что же этот человек достиг. Очень интересно. Да, всю свою жизнь, да. То есть в течение года нет таких праздников, которые, как вот у нас Пасха, мы обязательно все куличи, везде эти куличи. Не, ну, Новый год. Новый год, да, обязательно. Ну, наверняка что-то есть. Я просто не сильна в глубоко, в культуре. Ну, а насчет блюд, которые подаются вот на эти праздники, это кукси, обязательно. Кукси, потому что лапша длинная, она символизирует, как бы, пожелание длинной жизни, сытой. Так вот, почему она такая неудобная, длинная. Обязательно рис. Да, это тоже признак достатка, ну, и всего прочего. Ну, а там уже блюда, ну, всевозможные. Давайте поговорим вот конкретно о корейской кухне. Она же очень интересная, очень разнообразная. И вот это правда, что из корейского ресторана невозможно уйти голодным, потому что к основному блюду приносится буквально за десяток мисочек со всякими разными орешками, салатиками, какими-то закусочками. То есть ты в любом случае будешь очень-очень-очень сыт. Это так? Да, да. Я считаю, наша кухня вообще одной из самых умных в мире. Потому что, вы знаете, каждый салат – это особое сочетание, наверное, компонентов, микроэлементов, витаминов. Вот у нас пророщенные бобы, да, это витамин Е. Допустим, морская капуста – это микроэлементы и йод, в чистом виде. Да, да, кстати, говорят, что действительно, помимо того, что ты получишь очень вкусовое наслаждение, ты еще и столько витаминов наешься. Да, да. Потому что масса вот именно вот таких маленьких закусок, которые состоят. Ну, я как на поле чудес, да, пришла тоже не без подарка. Но я принесла то блюдо чепче называется, это популярно сейчас в Калининграде. Ну, как в Калининграде, по крайней мере, в моем кафе. Вот, блюдо, которое любят молодые девушки. Почему? Парни любят что-то такое поострее. Но оно очень нежно адаптированное для европейцев. Немножечко. Я все-таки положила… Вообще кухня корейская острая, да? Вообще острая, да. Острая. Острая. Она заставляет жить, она заставляет радоваться жизни. Она улучшает… Разгоняет кровь. Так что… Здорово, это правильно. А вот еще, знаете, такое слышала, что в Корее, допустим, вот мы свежие овощи посыпаем солью, а там на тебя посмотрят как ненормально, потому что там в основном сахаром посыпают, да? Там вот интересное сочетание. Нет, сахар – это все-таки прерогатива китайской кухни. У нас это сочетание, такое очень грамотное, очень правильное сочетание соль, сахар, уксус и в таких разумных средствах. Все равно есть наверняка что-нибудь такое интересное, которое на первый взгляд кажется, что не сочетается, да? Там, допустим, те же закуски, которые приносят… Закуски. Ну, обычный, ну, как вот европейский стол. Допустим, если человек ест что-то мясное, то он уже ест мясное. У нас можно сочетать, ну, как бы сразу во рту можно сочетать и мясо, и рыбу. Это все, да, очень монтируется и очень вкусно. А что касается морепродуктов? В сыром виде у вас что-нибудь подается в кафе? Нет, в сыром виде мы не подаем, да. Потому что рестораны, которые специализируются на подаче сырых блюд, это должен быть такой контроль за качеством продуктов. Я не рискую. Я все подаю тепловой обработке и уже подают в таком виде. Ну, поверьте, это очень вкусно. Я так думаю, что мои посетители, мои гости, они на самом деле остаются очень добрыми. А можно посмотреть что-то? Ну, конечно, конечно, любопытство меня не оставляет. Что же это такое? О, как красиво! Давайте покажем прям вот нашим телезрителям. Оно такое тепленькое. Мне пришлось рано встать, чтобы вам приготовить. Как называется? Это чапче. Чапче. Это фунчоза. А, да. С овощами? С овощами. Аромат божественный? Все ингредиенты мне на самом деле доставляют с Владивостока. Мой сын отправляет. Во второй? Здесь то же самое. Я думала, что будет два ведущих. Придется, повезло оператору. Мы найдем, кто это сын. Вы достали палочки. Вы умеете ли? Да, я умею пользоваться палочками. Но смотрите, я слышала, что в Корее не деревянные палочки, как правило, используют, а металлические. Металлические. А почему? Металлические это стандартно. Но вы знаете, когда была в гостях у своего дяди, я им не могла есть. Почему? С них еда соскальзывает. А, то есть они не какие-то рифленые там, чтобы задерживать? Нет, нет, это нужна такая сноровка. Поэтому мы уже, как, так скажем, обруссели, я люблю пользоваться вилкой. Отлично. Хотя, хотя... Слушайте, сейчас не буду пробовать, но потом обязательно. Прям спасибо огромное. Вот так вот нельзя делать. Это оскорбление? Не, не, не. Это вот напоминает ритуальное уже, вот, свечи там это. Да, просто кладут. Отлично. Вот смотрите, сколько я всего полезного узнала. Еще хотела спросить, повара ваши пользуются специальными ножницами или ножами все-таки все режут? Нет, ножи. Ножи? Не ножницы. Не, ножницы у нас тоже есть. Вот тоже фунчозу порезать. Допустим, если ее не порезать, ее длина составляет около 80 сантиметров. Вам будет очень сложно есть. Долго накручивать на палочке. Скажите еще, пожалуйста, давайте тогда уже подытожим, где же вы находитесь? Мы находимся на Аллее Смелых, напротив боу-центра на Держинке. На берегу озера, в парке 40-летнего ЛКСМ, стоят три дома. Вот новых, они такие, как корабли. И вот в этом комплексе мы находимся. Мы всех туда приглашаем. Конечно. Самое, что ни на есть, корейское пункт. Я обещаю, что я не разочарую. Я вам верю. Судя по той красоте, которую вы принесли, я уже верю. У меня уже слюнки текут. И у вас еще также существует доставка, да? Да. То есть можно вам позвонить и заказать, и доставят на Адамату. Это все великолепие. Слушайте, ну замечательно. Вообще здорово. Вы, пожалуйста, приходите к нам еще. Особенно мы любим гостей, которые приходят с непустыми руками. Это вообще очень здорово, конечно. Очень приятно. Так что приходите, пожалуйста, друзья, в кафе Кукси 39. Вот очаровательная Ирина. Я вас приглашаю. Своими теплыми руками просто приготовит и проследит, чтобы все было по самым что-либо есть корейским традициям. Все будет очень вкусно, замечательно. Правда, Ирина? Так что мы ждем наших гостей. Я прям буду скоро уже есть. Я не успела позавтракать. Так что вы молодец. Друзья, звоните нам в прямой эфир по телефону 99 49 29. Потому что мы могли бы сейчас позвонить, между прочим, Ирине какой-нибудь вопрос задать. Почему нет? Вот почему не позвонили? Могут позвонить? Да, конечно. Можно звонить нам в прямой эфир. Ирина, может быть, вы кому-то приедете, хотите передать? Или всем? Всем калининградцам. Я желаю хорошего настроения, удачи в делах, мирного неба. Это сейчас так актуально после санкт-петербургских вот этих вот страшных событий. Поэтому я желаю, чтобы все были добрее друг к другу. Особенно в такой прекрасный, светлый праздник, как сегодня. Что ж, спасибо вам огромное, Ирина. Мы всегда рады вас видеть у нас. Спасибо, что пришли. Приходите еще и все приходите в кафе Куксе 39. Да, приглашаю. Ну что ж, сейчас передаю слово Евгению Санееву, моему соведущему на улицу. Спасибо вам большое, прекрасная Ирина, за столь вкусный диалог. Помнится мне, на моей памяти, когда-то давно папа водил нас в корейский ресторан. Это было много лет назад. Безумно вкусная кухня. Поэтому, уважаемые калининградцы, я всем настоятельно рекомендую обязательно сходить в этот замечательный ресторан. И отпочвать настоящей истинной корейской кухни. Это действительно очень вкусно. Еще по поводу еды. Ну, вроде бы как бы еды. С другой стороны, нашего эфирного времени и ваших вкусностей. Ровно в 8 утра мы разыграем сертификат от Макдональдс. Поэтому звоните к нам в прямой эфир по телефону 99 49 29. Дозванивайтесь, мы зададим вам вопрос. И за ответ правильный отдадим вам сертификат в Макдональдс. Давайте сейчас немножко привнемся на рекламу, после чего обязательно продолжим.